Будущее Израиля Израиля это странная тема, очень часто выдымаемая тема, широко обсуждаемая, можно увидеть немало книг написанных на эту тему, все равно я скажу, что эта тема странная, потому что конкретного, заранее предопределенного будущего у Израиля в определенном смысле нет. Мы знаем, что у Всевышнего есть план, у Всевышнего есть замысел о том, как Он хочет устроить этот мир, как Он хочет строить свои отношения с этим миром, и этот план, Он имеет в центре Своем государство Израиль, народ Израиля, страну Израиля, веру Израиля, потому что Сам Всевышний называется Богом Израиля. И мы знаем, что определенная картинка совершенного, исправленного мира так или иначе будет осуществлена. То есть после того, как замысел Всевышнего придет в исполнение, исполнится и осуществится полностью, мир будет выглядеть определенным образом, и в этой картине нового исправленного мира центральное место будет занимать Израиль. Немножко не такой, как мы сейчас видим. Но в то же время, как этот план будет осуществляться, как Израиль и как мир будет двигаться к этому пути, все это не предопределено заранее. Хотя Всевышний избрал Израиль, сделал его своим народом и имеет четкий замысел, четкий план относительно того, какое место Израиль будет занимать в исправленном мире, путь исправления Израиля не предопределен. Как народ, как и все другие народы, Израиль имеет полную свободу в отношении выбора. Но у этой свободы, разумеется, есть цена. Израиль может пойти по пути подчинения Всевышнему. Когда каждый шаг Израиля, каждое решение, которое принимает Израиль как народ в целом, и каждый израильтянин как личность, каждый такой шаг будет сверяться с Торой, с волей Всевышнего, с планом Всевышнего. Второй вариант. Израиль сопротивляется, противостоит, бунтует. Мы знаем, если мы возьмем в руки Танах, мы знаем, что Израиль – мятежный дом. Вся история полна критики, осуждений, обличений в адрес Израиля со стороны Всевышнего. Как в месте всего народа, так и отдельных людей. Когда Всевышний избирал кого-то из пророков, из людей на определенные миссии, в нем сбывалась в этом человеке толмудическая пословица, что Всевышний строго на волосок относится к избранным своим. За любое нарушение, за любой маломальский проступок, который мирскому человеку, человеку, не вступившему в личное отношение с Богом, прошел бы легко, Всевышний с избранных своих, с названных своими друзьями, приближенных к себе, Всевышний всегда строго спрашивал. Когда, мы знаем и читаем в Торе, погибают сыны Аарона, есть традиция, которая говорит, в приближающихся ко мне я освящаюсь. Всевышний требует святости от тех, кто приближается к нему. И если Израиль выберет путь подчинения Всевышнему, путь покорения Всевышнему, это будет тяжелый путь очищения, это будет путь, который будет связан с многочисленными страданиями, с постоянной внутренней ломкой себя. Но в конечном счете, опять же, Божий замысел в отношении Израиля осуществится. Если Израиль выбирает путь бунта, возмущения, сопротивления, то ломка происходит немножко по-другому. Это можно сравнить в определенной степени с выходом из Египта. Почему человек, тот или иной человек, или тот или иной народ бунтует против Бога? Потому что этот народ, или этот человек, хочет иметь какие-то ценности помимо Бога, хочет иметь каких-то других богов перед лицом Всевышнего. И Всевышний отвечает на это тем, что его боги, эти лживые боги, которых человек себе понастроил, все его идолы, они начинают ломаться, разрушаться. Точно так же, как в Египте происходили десять казней. Проходя десять казней, Всевышний вывел Израиль из Египта, и точно так же Израиль, бунтующий Израиль, сопротивляющий Израиль, воюющий и ругающийся Богу, будет выведен в конечном счете из этого своего сопротивления и вернется на путь служения Фарсум. Разница между этими двумя путями, казалось бы, два пути, два пути страдания, два пути, ни один из которых нельзя назвать путем процветания или путем благословения. Хотя мы, конечно, живем в стране, где грех жаловаться на условия жизни, мы, в общем-то, не так плохо живем. Выбор, в конечном счете, между страданиями внешними, между страданиями, которые будут ломать окружающую реальность, материальный мир вокруг, все материальные привязанности, и страданиями внутренними, связанные с внутренним усилием, желанием преодолеть себя, превозмочь, вникнуть и так далее. Так или иначе, каждый израильтянин одним из этих путей идет, как бы нам ни казалось, порой обратное. И, соответственно, выбору целого народа так или иначе, сложится, соответственно, будущее народа Израиля. По тем признакам, которые мы видим сейчас, Израиль на сегодняшний день имеет перед собой лживых богов. Это боги стремления к международному признанию, стремления к пониманию. Это такой лживый бог, как Соединенные Штаты Америки. И когда мы говорим об этом, мы должны помнить, что, когда Всевышний говорит, ты опираешься на Египет, на эту трость надломленную, и за это я тебя накажу, и Египет тоже будет наказан за то, что он был тебе идолом. Мы должны помнить, мы должны понимать, что Соединенные Штаты тоже могут понести наказание за это. Судьба Израиля, она влияет на судьбу всего мира. Таким образом, по нынешним признакам, будет разрушаться поддержка Соединенных Штатов. Если кто-то сегодня возмущается и говорит, мы всегда видели в Соединенных Штатах нашего самого большого друга, мы всегда так видели. Как же так получилось, что сегодня Соединенные Штаты нас предают? Как же так получилось, что мы лишаемся этой поддержки, лишаемся этого понимания? Это естественный процесс. Мы видим в этом руку Божью. Израиль окажется в ситуации, когда будет отказано в поддержке Соединенных Штатов. вы будете ее терять, и Соединенные Штаты будут, возможно, пользоваться вот этой заискивающей реакцией Израиля, которая пытается найти их поддержку, для того, чтобы манипулировать Израилем, и использовать Израиль как карту в каких-то своих личных интересах. Попытки найти альтернативу Америке, как сейчас говорят, обратиться к России и так далее, тоже не удадутся, не увенчаются успехом. Ожидание того, что Израиль в этой ситуации сразу же обратится ко Всевышнему, покаяться в прахе и пепле, к сожалению, сегодня нет такой духовной возможности. У Израиля нет потенциала к покаянию, если, конечно, Всевышний Сенболит для Израиля какое-то особое чудо. Поэтому Израиль ожидает блокада. Блокада, которая приведет к усилению внутренних раздоров между теми, кто хочет оставаться евреями в Израиле, и те, кто хотят, чтобы Израиль стал, как все народы, растворился, слился со всеми и слился, в конечном счете, как страна. Не перейдет, конечно, в гражданскую войну. Трудно ожидать военных столкновений, но Израиль ожидает раскол общества. И, возможно, как результат, что очень большое количество людей обратятся к другим религиям. Сегодня очень много израильянтов принимает ислам, больше как политический ход. Все эти тенденции усилятся так, что можно будет снова говорить об остатке Израиля. И вот уже в отношении остатка Израиля будет действовать жесткое водительство Всевышнего, потому что народ обратится ко Всевышнему. И тогда в нем осуществится божественный план в отношении Израиля. Божественный план в отношении Израиля в том, что в новом теле в новом теле нового Адама, Мессии, Церкви или Божьего народа, как бы мы его ни называли, чем бы мы его ни составляли, священнические функции, функции служения в храме займет народ Израиля. В новой общине Божией народ Израиля должен будет обладать священническими функциями. Это неизбежность, потому что это план Бога. И путь к этому, как мы сейчас можем видеть, будет тяжелый. Но эта тяжесть, она в одинаковой степени ударит и по народам мира, и по тем, кто не присоединился и не планирует присоединиться к Израилю. Там тоже будет происходить ломк, потому что народы эти, решив свое время править без евреев, решив свое время отказаться от еврейского понимания Писаний, отвергнуть то наследие, в рамках которого, как бы мы этого не хотели, а хотели бы отрицать, в рамках которого формировались тексты Танаха, начать собственное толкование с нуля. Для народов мира это тоже будет ломка. А ломаясь, будут возникать с одной стороны тенденции, когда народы будут неожиданно получать любовь к Израилю, но с другой стороны и антисемитские тенденции будут усилены. Мы можем ожидать большое противостояние между народами мира и Израилем, вплоть до очень тяжелой для Израиля войны. И получается, как бы не хотелось, нарисовать для Израиля розовую перспективу. Мы не увидим в Библии нигде человека, у которого была бы после встречи с Богом розовая комфортная во всех отношениях жизнь, и у Израиля этого не будет. Единственная причина, по которой можно советовать человеку, говорить, что стоит оставаться в Израиле, стоит жить в Израиле, это потому, что Всевышний хочет видеть свой народ на этой земле. Трудно говорить о каких-то благословениях, о каком-то процветании, о каких-то хороших, добрых временах. Но оставаясь в Израиле, следуя в Израиле за Богом, народ будет исполнять волю Всевышнего. И, наверное, этого достаточно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин